Время остается Сын и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь празднует первый двунадесятый праздник Нового Церковного Года. Для кого-то осмыслением этого праздника является впервые, кто только начинает свой путь воцерковлением. Для кого-то это уже праздник 20-й или 30-й. И так устроено, что наше богослужение, что через него мы имеем возможность постигать священную историю евангельскую через богослужение. И вот недаром говорится в пословице, что повторение мать учить. И действительно, из года в год мы по мере приобретения духовного опыта, опыта жизненного, усвоения опыта других людей через книги, через общение, мы в течение года становимся другими. Люди молодые чувствуют себя изменением больше, особенно дети. Те, кто постарше, в тех вот это изменение весьма незначительное. Но оно все равно существует. Поэтому каждый раз, каждый новый следующий год, приходя к тому или иному празднику, как к событию евангельской истории, мы его переживаем по-другому, чем в прошлом году. Потому что каждый год несет в себе всякие события, всякие испытания. И они отлагают на нашу душу определенное влияние. И среди этих событий нашей жизни есть и подвиги, то есть, некое продвижение вперед к Богу, есть и падение, отступление назад. И поэтому, конечно, это все каким-то образом таинственным оседает на нашей душе. И вот почему Святая Церковь настаивает в своем учении, чтобы каждый из нас обязательно посещал богослужение. Ну, во-первых, конечно, двунадесятые праздники, ибо они, как веки, отмечают и путь Богородицы, и путь Христов. И непрестанно нам необходимо читать Евангелие. Для того, чтобы наша жизнь менялась. На каждого человека влияет бесчисленное множество факторов. И многие из этих факторов и их влияние по своему воздействию мы даже не можем оценить. Но если мы хотим действительно достичь того, что Евангелие называет небесным царством, действительно зажить небесной жизнью, то Евангелие должно воздействовать на нашу душу наибольшим образом. И, конечно, на этом пути приходится чем-то жертвовать непременно. Ну вот, кто занимался хоть частично как-то в микроскопическом виде сельским хозяйством, он прекрасно это знает, что чтобы дать жизнь какому-то полезному нам нужному растению, то все остальные придется убирать, заниматься прополкой. Нужно выбирать, что ты хочешь вырастить, огурцы или крапиву. Если хочешь огурцы, тогда крапиву придется выдирать. Потому что они несовместимы. Так же и в душе нашей. Очень, если мы хотим действительно вырастить плоды духовной жизни, то в том еще состоит жизнь обычная, мирская, нужно обязательно жертвовать. Нужно убирать с поля нашей жизни. Все, что противоречит, все, что мешает, все, что забивает. Когда-то, не так давно, еще сто лет тому назад, сто пятьдесят, может быть, когда, по милости Божией, не было ни газет, ни радио, ни телевидения. Было такое блаженное время. Книги, если издавались, то, как правило, весьма полезные. А если вредные, то они имели столь наукообразный вид, что большинство людей их не читало. Поэтому главным фактором образования было церковное богослужение и чтение Священного Писания, и Евангелие, в частности. Потому что Библию малообразованный человек не способен освоить. И жития святых. И вот это была главная пища для человеческого ума. А для теперешнего человека Вся, вот это, продукт вот этой цивилизованной современной культуры, он является большим отвлечением и соблазном. Поглощает много времени, оглупляет, портит вкус, перекладывает его вниманием с вещей полезных, на вещи бесполезные и вредные. И много-много всего. И поэтому наш ум, он имеет такие свойства, падшие, и в связи с утратой подлинного ведения, он проявляет такое любопытство. А так как вот всякое развлечение ума, над этим трудятся люди, которые хотят из этого извлечь деньги, то такое, ну, корень всех зол, как говорили святые отцы, серебролюбие, им заражены, собственно, все люди. Поэтому на этой почве, такой денежной, можно человека заставить делать любые подлости и гадости. За деньги человек может и родину продать, за деньги может и семью свою оставить, за деньги может и какую-то подлость совершить, и, так сказать, подсидеть кого-то на работе. И, ну, много. Вот из-за корысти человек способен очень на много. Вот. А такие вещи, которые отвлекают человека, то они выгодны вот чем. Что, не вкладывая каких-то средств, не совершая ничего полезного, можно делать деньги. любой умный человек и в известной степени трудолюбивый вполне может понять и почувствовать, что нужно вот, и написать детектив с известными, там, блудными вкраплениями, вот, с острым сюжетом. И будь уверен, вот, миллион экземпляров продал, допустим, по рублю, уже миллион рублей. По 10 рублей, уже 10 миллионов рублей. А если по 50 рублей, 50 миллионов рублей. Ну, что-то издателю, что-то... У нас себе много останется. А делается это очень просто. Тут не нужно быть каким-то большим художником. Нужно иметь достаточное образование, вот, и известную ловкость, ну, и, конечно, скорость в написании. Также вот создать какой-то шедевр в кинопродукции. Это нужно иметь дар божий. Но для большинства людей это совершенно не нужно. Вот для большинства людей совершенно не важно. Живут они в доме, который представляет архитектурный шедевр или страшное убожество и какую-то там грубую катакомбу из бетона. Их это совершенно не волнует. Волнует, там есть в этой катакомбе там горячая вода. Или там работает ли лифт. А что из себя представляет это чудовище, это их совершенно не волнует. У них нет к этому определенного даже вкуса. Поэтому так вот, чтобы различать хорошее от дурного, нужно иметь очень большое образование такое, душевное. А этого совсем немногие имеют. Поэтому говорят, назначают, вот этот певец будет звезда. Хорошо. Что это значит? Это значит, он нам всем показывает и он нам все время давать слушать. И все убеждены, что вот это самое хорошее. И готовы за это деньги платить. Поэтому вышел человек, спел две песни и там три-пять тысяч долларов в кармане. Плохо разве. Еще там пятьдесят человек с ним работу получают. Потому что надо там на фоне прыгать или еще в бубен бить. Вот, собственно, и вся музыка. И также какие-то бесконечные фильмы по триста серий. Ничего не надо делать. Одна этажа декорация. И пока эти говорят перед кинокамерой, он уже пишет следующие диалоги. они все одинаковые. А он, она, а он ее любит, а от кого родила, а это чего, а кто что украл, а это и все одно и то же. Потому что что людей интересует больше всего? Ну, всякие сплетни. Кто с кем живет, да как, да это. И это можно без конца. Просто из пальца высасывать и сочинять. И тут не надо никакой художественности. Поэтому человек, который ну, хотя бы полтора десятка книг в жизни прочел, он его от этого всего тошнит. А те, которые не имеют достаточного общения, все прикованы к телевизору и готовы смотреть это часами. А что дальше? Ну, что дальше? Что вот тот, кто это пишет, выдумает, то и будет дальше. А хочет, сам выдумает. Но для этого нужно воображение, нужно напрягать. А тут все готово. Готово. Даже улицу не показывает. Все один и тот же интерьер крупным планом. И такие более-менее симпатичные мордашки, на которые можно, так сказать, поглядеть. То девушка там с пухленькими губками, то такой накачанный молодой человек с полубычьей шеей. И вот он так поводит эту шею и все на носок какой-то здоровяк. И все вокруг этого. И миллионы и сотни миллионов людей в этом участвуют. И это, конечно, отвлекает. Потому что читать что-то духовное это напряжение ума. Это напряжение чувств. Напряжение памяти. Сегодня одна раба Божия подошла, и я спрашиваю, ты Евангелие читаешь? Она говорит, читаешь, но ничего не запоминаю. Даже ей трудно название Евангелия запомнить. А тут все просто. И вот за этой такой видимой простотой человек и идет. Поэтому его, в общем, соблазнить довольно легко. Поэтому в наше время как-то держаться за церковь, за богослужение, продолжать себя каким-то образом воспитывать в евангельском духе, это довольно трудно. Довольно трудно. И поэтому само это, то, что мы имеем возможность в вере каким-то образом устоять, это также приветствуется Богу. Потому что одно дело в 17 веке веровать, когда все веруют, когда на каждой улице по два храма, в начале и в конце, когда на Пасху ну просто 90% идут в храм, все постятся в среду и пятницу, и вообще никому в голову даже не приходит какая-то мысль. Как я вчера с одной девушкой в поезде разговаривал, такая миленькая, она говорит, ну я приду в церковь, приду, свечку поставлю, а вот что там вообще делать, я даже и не знаю. Я говорю, ну а ты поинтересовалась, постояла, походила, раскрыла глазки, ушки, книжки почитала, ведь в церквах теперь книжки продают, вот, закон Божий бы, вот, а понятно, что круг интересов совсем другой, и человек молодой такой, еще он и не помышляет, собственно, а что такое духовная жизнь, а так все как бы весело, нормально, она такая хорошая, смешливая, такая веселая, а пока еще такой даже потребностей нет, почему? А вот этот мир, он окружает и предлагает ну все, которые только мерзости в нем существуют, расцвечивают, раскрашивают какое-то такое удивительное с духовной точки зрения убогое и скудное. Поэтому мы, конечно, имеем большое богатство, что Господь нам даровал веру, и мы можем к церкви приобщиться, но это должно идти в нас этот процесс более глубоко. Не просто по поверхности, что вот мы пришли, постояли, конечно, это тоже для нашей души многое дает. Я вот был вчера в Каврическом дворце, и там подошла служительница или директор этого дворца, и говорит, знаете, у нас тут раньше храм был. и я говорю, понятное дело, строение все-таки в начале 19 века, конечно, должен быть храм. И вы знаете, там такая, говорит, атмосфера, вот кто в это помещение входит, они даже если возбуждены чем-то, то как-то они умеряются и ругаться перестают. Я говорю, ну, что ж, это дело обыкновенное. Ну, вот она удивилась, а что? Ну, надо дальше идти. Ну, ты видишь, как в храме, который уже давно ну, не храм, там покрашены стены, там используется по-другому, но и то такая атмосфера какой-то намоленности и то сохраняется. Ну, иди дальше. Я говорю, на храм-то ходите? Ну, бывает вот раз или два в году, а человек уже пожилой. Я говорю, ну, что же, надо идти дальше. Вот. Научился человек в храм ходить? Ну, научился, молодец. Но нужно идти дальше. Нужно, чтобы Евангелие участвовало в нашей жизни. Ведь не напрасно Господь учил своих учеников. Не для того, чтобы они потом по всей земле построили храмы. Это и без них храмов были. Были. Прекрасные. Мы до сих пор восхищаемся. Приедешь куда-нибудь в Рим, стоит этот языческий храмик. Ну, просто божественное сооружение. Как люди понимали, чувствовали красоту гораздо в большей степени и тоньше, чем современные архитекторы. Потому что современный город посмотришь, ну, уродство. Ну, уродство. Какой, приедешь, там, Чертаново, Биберево, кого-нибудь, Бутово, и думаешь, ну что, здесь люди живут? Это зэки, наверное, тут живут? Это же совершенно чудовищно. Среда такая, там с ума сойдет. Если кто-то есть куда-то что-то смотреть, то смотрят старую архитектуру, смотрят церкви, смотрят какие-то древние сооружения. А это на это смотреть чему? Так и так. И так-так-так-так-так. Потом следующее. Так и так. И так-так-так. Что это такое? Вот. И причем это все такое огромное, все это совершенно такое неповоротливое, все это бесконечно скучное, уроды, все. И деревья, и пейзаж, и холмы. То есть все просто поэтому совершенно неудивительно, когда в Германии объединилась Германия и все, что настроили там при социализме стали бульдозером сносить. Ну потому что невозможно это смотреть. Это же просто с ума сойдет. Ну а человек живет там и радуется. Горячая вода есть. И так коврик повесил. Изнутри вроде ничего. Как-то вот. А снаружи это же все чудовище. Чудовище. И вот мы вот к этой нашей чудовищной жизни привыкаем. А мы должны все время искать вот этот свет в окне нашей жизни. Господь сказал я свет миру. И нам нужно этот свет уловить в своем сердце. Тогда мы сможем различать. Если человек приобретет подлинное духовное богатство, он уже не будет клевать на то, что предлагает современный мир, он начнет различать подданную красоту. Почему так с уверенностью можно сказать? Да потому что вся вообще человеческая культура, ну там, в которой мы живем, в христианстве, есть, конечно, мир ислама или мир Китая. Это другие совершенно вещи тоже по-своему интересные. там тоже мало что уже осталось даже и от язычества, и от ислама. Но это тоже требует определенного изучения, если кому это интересно. Но мы все-таки в европейской христианской культуре родились. И поэтому мы можем этим питаться. И это произведение именно Евангелия. Потому что сначала Евангелие, а потом уже архитектура, музыка, поэзия, проза, архитектура и так далее. Сначала Евангелие. Поэтому если у нас будет ключ, то мы с помощью этого ключа сумеем понять. Потому что сначала красота духовная, а потом подтяжение красоты душевной. Там вся любая математика, тот аппарат, который описывает вообще ну все, что происходит в материальном допустим мире, она и то зижется на некоторых аксиомах. Любая дисциплина. Просто берется за некую основу, фундамент, а на ней уже выстраивается все прочее. Также здесь Евангелие это вот эта основа. Это некий такой постулат. Поэтому если Евангелие убрать, то все рушится. почему рушится такая душевная, семейная всякая государственная жизнь и в Европе, и в России, потому что Евангелие как фундамент жизни, оно ушло. Евангелие само по себе, а человек сам по себе. Поэтому если сам по себе, а ведь мы люди грешные, то мы живем на основе своих греков. Что грех нам предписывает, то мы и делаем. Слушаемся не Евангелие, а слушаемся греха, который в нас. И конечно все рассыпает. поэтому мы все такие и несчастные, поэтому мы все такие и грустные, озабоченные, потому что все у нас не так. Куда ни кинь проблема. С мужем проблема, с женой проблема, с детьми проблема, с начальством проблема. А чего это происходит? Потому что живем не на евангельской основе. Каждый живет по своим страстям. Один сварлив а другой пьяница. Там мучается свой сварливец и этот своим пьянством. И грызут друг другу. Вот когда два алкоголика женятся, он и она. Вот у меня есть такой знакомый, он пьет и она пьет. Они на этой почве познакомились. И все у них тихо мирно. Причем у них общая страсть. Или допустим оба болтливая. И вот она говорит, он говорит, она говорит, он и все хорошо вместе. Но так не бывает. Конечно мы все наделены всеми страстями. Но как правило у одного человека одна страсть доминирует, а у другого другая. Поэтому на почве страстей невозможно соединиться. Поэтому все и рассыпается. вот даже обычно преступная банда собирается на фоне приобретения чужой собственности. Ну включая деньги, конечно. И вроде как нехорошо. Что? Ну ограбил и поделил. Не получается. Всегда кончается, что они стреляют друг в друга. Это неизбежно. Вот так не бывает, что ребята лет 20-25 собрали в банду, до 60-ти побандитничали, потом разошлись и на пенсию где-то на Гавайях там они уже отдыхают. Может быть даже вместе с семьями. Так не бывает. Обычно уже к годам 30-35 уже все сидят или всех перестреляют. Почему так? Да потому что те же самые страсти им не дают покоя. А один говорит, а что это он надо мной командует? Он говорит, а потому что я сел, а я умный. А почему тебе большую долю? А я придумал как ограбить. И а тот говорит, а что ты без меня сделаешь? на тебя кто там наедет, я своим кулаком ему голову разобью, а ты без пистолета ничего не можешь. И начинаются свары. Один хочет себе больше. На той же самой страсти, на честолюбии, на желании властвовать, они друг друга все равно съедят. Это совершенно неизбежно. Та же в бизнесе. Начинают вместе, как дело пошло, и всегда бывает, один трудоголик, по 16 часов работает, жена дома не видит, а другой только отдыхает. А этому обидно? А они в доле пополам. А я буду работать, а он значит будет отдыхать, давай я его выкину. Тот выкидывает, а тот заказывает. Вот и все, и опять пальба. никуда не денешься. Что может объединить? Только евангельские основы жизни. А не объединять людей в терпении, в любви, в снисходительности друг к другу, в почтении, в благовении, потому что человек ориентирован на жизнь вечную. На жизнь вечную. А в этой временной жизни, опять же, ради Господа, можно уступить. Ничего страшного. Ничего страшного. Пусть кто-то над тобой наживется, кто-то тебя осудит, кто-то обидит. Обидит хорошо, но что таить злобу, возьми да прости, и тебе будет легко. А как же он такой секрет, значит я буду всегда прощать. Ну не прощай, бери автомат, ну сядешь, ну тебя застрелят, ну давай воюй, начинай воюй. Кому от этого пользуют? Вот в Чечне, вот сейчас мы будем сейчас государство делали, сделали бандитское государство, ну уже четверть миллиона чеченцев полегло. И еще полярно. Ну зачем? Ну кому от этого счастья? Те, кто уже начали, они уже все покойники. Ну скажут, ребят, ну что вы достигли? Вы хоть пожили, хоть нормально? Где-то в ущельях прячутся, как дикие звери, спят на земле, ничего, ни семьи, вот у нас только деньги есть. А на что их тратят? Даже телевизор толком не посмотрят. То есть во имя чего вот такие муки? И самому себе, и сотням людей гоняют, и жилья лишили, и такая война. Ну что вы думаете, прямо вот мы сейчас все на колени Россию поставим? Да надо нужно на коленях, но стоя на коленях вас раздавит все равно. Жилья это не позволяет. А гордость не позволяет. Мы самые, мы самые, ну вы самые будете покойники. Вот, ну что хорошее, надо тоже понимать. Бессмыслица. В этом нет ничего хорошего. А все страсти человека. Поэтому для нас, вот мы приходим на праздник на церковный, Рождество Божьей Матери. Поучаствовали в службе, причастились, слава Богу. Ну а что дальше? Вот родилась Богородица для того, чтобы нам родить Спасителя. А вот то, что Он на крест зашел, это нас спасает? Это меняет в нашей жизни что-то? Или мы остаемся в грехе? Это каждый из нас сам должен для себя решать. Мы должны это все менять, мы должны жить не по стихиям этого мира, а по Евангелию. И вот если это все-таки войдет в нашу душу, тогда действительно потихоньку она будет спасаться от греха. А если нет, нет, тогда все драгоценности они мимо пройдут. Что-то в миру на время приобретем попользоваться, а потом помирать все здесь оставлять и опять ни с чем. Поэтому Господь говорит собирайте сокровища себе на небе. Тогда это небесное все будет наше. И Господь готов нам его дать. Помоги нам Господи за молитву Матери Дома. Дома.